В страшном 1988 году, 7 декабря, небосклон обрушился. Не только стены обрушились на головы людей, но сам небосклон обрушился на армянскую землю. Этот кошмар, эту трагедию описать словами невозможно. И мы не были тогда одни. Тут же из Москвы прилетел глава правительства СССР Рыжков Николай Иванович, который буквально за одну ночь, увидев эти разрушения, он просто посетил за одну ночь. Николай Иванович прилетал всего лишь на 2-3 дня, чтобы организовать и координировать ликвидацию всех этих последствий, разрухи. Но увидев истинное состояние Армении, не только Гюмри и Смитака, он остался и сам лично в прямом эфире, в прямом руководстве, сама лично руководил всеми делами. Это была и доставка грузов из всех 14 республик Советского Союза. Кроме грузов сюда приезжали бригады. Бригады врачей, бригады спасателей, бригады просто работников. Поступала техника от огромных кранов до обычных лопат. Потому что нам тогда даже гробов не хватало. Мы это все помним. И все, что было сделано Николаем Ивановичем, мы никогда не забудем. Господь дал Николаю Ивановичу 95 лет жизни. Он, будучи государственником, всю свою жизнь действительно достойно отслужил. И именно служил своей Родине, Советскому Союзу. Просто невозможно переоценить все то, что было сделано Николаем Ивановичем. И поэтому, благодарный армянский народ, вот мы сегодня тоже пришли, зная, что сегодня в России проходят похороны Николая Ивановича. Мы тоже пришли сюда, чтобы почтить его память. Это был светлый человек, который прилетел к нам с жутким, студеным, суровым декабрьским днем. А уходит он от нас в первый день весны, первого марта, когда солнечная, теплая погода в Армении. Светлый был человек, и светлая ему память. В душах армян я сегодня даже, когда покупала цветы, это было настолько трогательно, когда они узнали, что я несу цветы в посольство России именно для Николая Ивановича. Этинч мартэр! Что это за человек? Мелькохмицекасэс астватсхокитвусавори. То есть от нашего имени тоже скажи, упокой душу. Упокой душу. Светлая память, Николай Иванович. Очень мало государственников могут прожить свою жизнь так, чтобы вслед в ним не неслись проклятия, а наоборот говорили, Господь, упокой твою душу и благодарность тебе, дорогой, милый наш друг Николай Иванович. Субтитры создавал DimaTorzok